Привет, друзья! На связи Фартовый Коллекционер. И в этом видео я покажу, как я храню монеты свои в коллекции и какую новую рубрику я планирую запустить. Мои обиходные монеты я храню вот в таком вот альбоме. Это производство фирмы Коллекционер. Здесь отлично помещаются все наши монетки, которые выходили. Есть редкие года, есть обиходка, которой легче найти, из оборота себе можно добавить. Есть и пробные монеты. Но об этом я уже рассказывал в своих предыдущих видео. Есть выпуски конкретно про каждую монету. Сейчас я в прошлом видео купил себе альбом. Вот такой вы видели. Это для памятных монет Украины. На самом деле не пользовался ни разу. И мои юбилейные монеты хранятся вот в таком формате, вот в таких листах. Интересно посмотреть, как они будут выглядеть именно в альбоме. Существует несколько разных томов. В прошлом видео я показал, в каком я магазине купил и приблизительно сколько это стоило. Порядка 1500 гривен стоит подобный альбом. Может где-то дешевле, где-то дороже. Но я думаю дешевле 1000 гривен. Только БУ варианты. А новые стоят больше 1000 гривен однозначно. И давайте сейчас распакуем, посмотрим, как выглядит этот альбом. И будем заполнять с вами этот альбом. Ножичек, который я брал на барахолке, кстати, в Одессе. Именно им распакуем данный альбом. Смотрите, есть некоторые особенности хранения монет. Друзья, монеты, конечно же, я рекомендую хранить в капсулах. И не в холдерах, а именно в капсулах, в которых они были выпущены национальным банком. В данном случае я взял набор, взял первый выпуск. Здесь у нас с 95 года по 2005 год размещаются монеты. И в эти года Национальный банк не вкладывал данные монеты в капсулы. В принципе, это делали коллекционеры, которые покупали монетки без капсул. И добавляли уже непосредственно их в капсул. Давайте посмотрим. Я начал распаковывать. В принципе, первое впечатление довольно хорошее. Прикольные уголочки такие сделаны, чтобы альбом не загибался, не портился. Мы видим здесь вот такие специальные листы, которые можно сдвинуть в сторону. Не листы, а вот прозрачная такая пленка. И там разместить данные монеты. Я бы рекомендовал... Ну, я начну с этого альбома. Будем с вами вместе его заполнять. Буду рассказывать про монетки. Вот, скажем так, такая новая рубрика у нас появится. И какая особенность еще данного альбома? Особенность в том, что все подписано. И действительно очень красиво и стильно выглядит. Можно этот альбом добавлять вот в такой вот футляр еще дополнительно. Он одинакового размера как для юбилейных монет, так и для бихонных. И давайте первая монетка, которую мы сейчас уже будем с вами размещать. Я покажу, как она размещается. Я думаю, мы начнем с довольно крупной монеты. ООН 50. Давайте расскажу вам немножко об этой монете. И разместим ее в этом альбоме. Вот так выглядит эта монета. Она у меня хранится в холдере. Но на самом деле холдер это все-таки, я считаю, временное хранение для монет. И нужно их раз в три, в четыре года перекладывать. Либо просто размещать в каком-то, например, в данном альбоме. Данная монета у нас, она у нас посвящена 50-летию Организации Объединенных Наций. И была от Чеканина в 95-м году. Ну, официально она была выпущена 7 марта 1996 года. И от Чеканина она была на Королевском монетном дворе Royal Mint в Великобритании. Собственно, потому что у нас на тот момент не было своего производства. И некоторые монеты, я буду рассказывать, они Чеканились и в Словакии, и в России. Но я буду более подробно рассказывать, какие монеты где Чеканились. Давайте посмотрим с другой стороны. Здесь мы вот такой видим узор. Это бусы, калина, очень малый государственный герб. Надпись 200 карбонсив. Потом у нас, соответственно, на всех ювелирных монетах уже писали гривны. С другой стороны мы видим нации объединения зарады мэру. И такая же надпись на английском языке. Видим логотип Организации Объединенных Наций. Символику 50-летия. И разные-разные страны. Давайте посмотрим, как она у нас тут, эта монета, размещалась. Ну, собственно, видите, на липучке некоторые, кстати, старые холдеры, они размещены на скрепке, на степлере. Но это довольно небезопасно для монет. Особенно, когда несколько монет переносятся или трутся друг об друга. Это очень-очень небезопасно. Монетка довольно-таки большая. По стоимости, в принципе, очень зависит от состояния. Есть лишь темпельный блеск, нет ли каких-то царапин. У нее тираж очень большой. Это 100 тысяч экземпляров. И в данном случае очень много было в плохом состоянии. Важно было, чтобы их отложили, положили в капсулу или в холдер. Но в данном случае довольно приличное состояние данной монеты. Мне подходит для коллекции. Но, кстати, состояние монет очень важно. Когда мне предлагают, друзья, предлагают купить какую-то юбилейную монету Украины, они не обращают внимания, что она может быть убита в царапинах или может быть в штемпельном блеске. То есть, в данном случае, если мне присылают фотографии, я говорю, что у нее такая-то цена. Мне говорят, как так? Вот на сайтах она стоит в 10 раз дороже. Я говорю, что, ребята, очень важно посмотреть, какое состояние у данной монеты. Поэтому обращайте внимание на состояние. И давайте посмотрим, как она размещается в этом альбоме. Для размещения мы сдвигаем верхний пластиковый лист. И монетка у нас должна по размеру идеально подходить для данного альбома. Смотрите, довольно туго заходит. И, в принципе, классно вписывается в альбом. И потом дальше закрывается сверху также пластиковым барьером. Отлично. Смотрите, гляньте, как потрясающая монетка разместилась. Выглядит очень хорошо. Я думаю, мы с вами начнем данную коллекцию. Буду показывать вам в новых-новых выпусках. По стоимости монета стоит от 180 гривен. И там дальше от состояния. Может доходить до 300-400 гривен. Если прям супер идеальный формат состояния монеты. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Ставьте лайк. У кого есть такие альбомы, пишите, если вы уже заполнили. И будем заполнять вместе. Пока всем.